Итак, всем доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро, и мы начинаем наш 70-й, можно сказать, урок юбилейный, 70-й урок. Сейчас давайте я пошлю пару сообщений моим друзьям, знакомым, которые, друзья, знакомые не знают, что начался урок, вот я им хочу сейчас послать, послать я им хочу сейчас ссылочку, и вам советую тоже, да, потому что это очень классно, когда не только ты учишься, но ты еще другим помогаешь. Помогаешь, помогаешь другим, обучаться, это вообще очень классная тема. Давайте, пока все собираются, я сейчас пошлю пару ссылочек, пару ссылочек, как мне послать ссылку на этот урок, интересно, да, вот если человек находится не в фейсбуке, давайте, а кто может в комментарии тянуть ссылочку, которую надо людям посылать, чтобы они могли присоединиться к этому уроку. Вот я хочу в WhatsApp, сейчас человеку послать ссылку, WhatsApp, да, послать ему ссылку, чтобы он тоже присоединился к уроку. Вот как это сделать? Кто может в комментарии тянуть ссылочку, которую надо людям посылать, чтобы они могли присоединиться к этому уроку, чтобы они могли присоединиться к этому уроку. Прямой эфир, прямой эфир, урок Торы. Сегодня будет очень важный урок, прямо конкретно, вот я сейчас нахожусь на тренинге бизнес-мастере, это Тони Робинс, да, это мастерство бизнеса. Стоит этот тренинг, ну, люди платят от минимум 5 тысяч евро до 10 тысяч евро, а есть, которые покупают годовое у него участие, 75 тысяч долларов стоит платиновая группа. И вчера он весь день объяснял одну тему, и вся эта тема всего дня вот в том отрывке, который мы сейчас выучим. Представьте, насколько Тора умная, вообще мудрая, и как это все, и почему мы так это не ценим, я просто не понимаю. И потом я возвращался вечером в гостиницу, и сидели ребята, которые как раз вот из этой платиновой группы, русскоязычной, такие прям бизнесмены, богатые, но люди, которые заплатили 75 тысяч долларов в год. И они, ну, а что там ты думаешь про Тони Робинса? Я говорю, вы знаете, говорю, вот я сегодня в нем разочаровался. Они говорят, почему? Я говорю, потому что вот сегодня он весь день говорил о том, как разбогатеть, и как когда ты разбогател, тебе нужно инвестировать, чтобы не потерять деньги. И он ни одного слова не сказал про Бога. И это все обман, потому что богатство идет от Бога. Так я им всем сказал и доказал, и рассказал им несколько вещей, о которых они даже не знали, не слышали. Но когда они заглянули в свой жизненный опыт, они все увидели, что очень много людей делают правильные вещи. И одни из них становятся богатыми, а другие нет. Почему? Богатство от Бога. Все, тут как бы, это все очевидно. Хорошо, я, кстати, не платил такие деньги за тренинг, я бы не пошел, мне было бы неудобно. Но меня пригласили как гостя. Я гость, слава Богу, что я очень много помогаю людям. И Синердия, где я профессор, они меня привезли сюда, чтобы встретиться. Даже с Тони Робинсом мы собирались, но не смогли встретиться, не успели. Но я остался уже послушать, что он рассказывает. Хорошо, друзья, все, мы начинаем. Начинаем мы. У нас 70-й урок. 70-й урок. И сейчас еще своей жене, если она не здесь, вот я пошлю вот так. Все, жена, чтобы знала, что у нас урок ставит. Все, друзья, и все готовы. Начинаем. 70-й урок. Так, 70-й урок. Сейчас, секундочку. Я еще одну, одну еще сделаю движение. И все. Так, у меня Синердия. Давайте, ссылочку очень легко получить. Можно послать друзьям ссылку. Когда все учатся, это классно. То есть вы не только выполняете заповедь сами, но и выполняете еще одну более важную заповедь. Это приближать к Торе. То есть это вообще, это вообще очень важная заповедь. Все, поехали. Итак, значит, сегодня мы остановились на том, что когда был 25-й отрывок, мы закончили, когда пройдет буря, я сказал, что когда придет конец, но дословно это слово переводится, когда придет буря, то злодей не станет. То есть любое потрясение, оно как раз рушит тех, которые были злодеями, которые построили все не на прочном фундаменте. Вы цадик, ясо далам. А цадик, праведник, он основа мироздания. То есть весь мир для него, и Бог для него найдет как-то спасение. Теперь вот то, что бизнес-совет с невероятного уровня. Значит, послушайте, 26-й отрывок. Как уксус для зубов и как дым для глаз, так же ленивый для тех, кто его послал. То есть давайте подумаем. Вот так на первый взгляд читаешь, ничего не понятно, правильно? Вообще ничего не понятно. То есть при чем тут как уксус для зубов и как дым для глаз, так же ленивый для пославших его. Кстати, сейчас уже внизу есть ссылочка на перевод 10-й главы. Вы можете одновременно, если откроете перевод 10-й главы, видите, воикроком, вы сможете следить как раз, правильно ли я перевожу, кто на иврите читает. Может на иврите читает. То есть есть там, уже мы подготовили специально, чтобы вперед было. Чтобы было вперед. Итак, значит, смотрите. Как уксус для зубов и как дым для глаз, так же ленивый для пославших его. Ничего не понятно, но. Теперь смотрим комментарий Малбима. Уксус, его применяли тогда в питании. В питании, то есть заправляли салатики уксусом там и так далее. И уксус, он имеет несколько полезных свойств. Ну там он что-то с аппетитом делает, с пищеварением, может микробы убивает. Но он разъедает зубы. От него зубы крошатся потом. Теперь дым для глаз. Зачем зажигали огонь раньше? Огонь зажигали для того, чтобы стало светло, для того, чтобы был свет, тепло и так далее. Но раньше же не было электричества. Был огонь, костер был. Так был вредный эффект, то есть если особенно неправильно разжигаешь костер, то дым разъедал глаза. То есть с одной стороны ты зажигаешь огонь, чтобы лучше видеть, с другой стороны дым разъедает глаза. С одной стороны, значит, ты уксус пользуйся, чтобы стало лучше, но он тебе вредит. Также ленивый для пославших его. Значит, вчера Тони Робинс рассказывал, как два раза было в его истории, когда его компания теряла там по 10, по 15 миллионов долларов из-за ошибки одного человека. То есть был какой-то дурак, который, например, не проверил там брошюры, и эти брошюры, они там были с ошибкой, и они потеряли целое мероприятие. Из-за ошибки одного человека, который один ошибся в этих самых, в числах, брошюрах, а другой на складе увидел эту ошибку, но никому не сказал, просто их не разослал. И у них сорвалось мероприятие. Второе рассказывал он раз, тоже когда один человек, было непонимание, его секретарша послала отчет, налоговый отчет обычной почтой, надо было послать быстрой почтой. Из-за того, что она послала обычной почтой, отчет налоговый не пришел вовремя, там компанию сняли с биржи. Ну, в общем, что-то огромная потеря была из-за ленивого одного человека. Теперь здесь нам дан такой совет, да, Тора, царь Саламон нам дает совет, что когда ты поручаешь ленивому человеку что-то сделать, то у тебя может быть вот этот негативный эффект, он может быть больше, чем позитивный эффект. Как сравнение, вы поняли, да, сравнение уксус и дым. Это вот ленивый человек, то есть вреда от того, что он будет делать, может быть намного больше, чем пользы, понятная. Теперь, но здесь есть еще более глубокий намек, что Бог нас сюда, в этот мир послал, для того, чтобы мы выполняли божественную работу, то есть чтобы мы с помощью Торы, заповедей и служения Богу, размышлений хотя бы на эту тему, чтобы мы реализовали свой человеческий потенциал. А как ведут себя большинство людей? Есть смешная пертьявод, которая нам конкретно говорит, айомка царь, день короток, в амлаха ма руба, работы много, амлаха это имеется в виду вот эта вот духовная работа по росту, в апаалим а целим, вот как раз по алим, а целим, это рабочие, они ленивые, кто рабочие? Это тело, это душа, как знаете, есть в классе говорил, душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь, но что хочет душа человека? Смотреть футбол, отдыхать, лежать, ну то есть, ну никак не заниматься духовной работой. И в Сахарарбе, продолжает Мишна, что награда очень велика, в баалабайт дохеф, и хозяин дома он подталкивает, что имеется в виду? Хозяин дома это Бог, и как он подталкивает? Ему приходится через мусар, через неприятности, человека дергать, дергать, проснись, он говорит человеку, проснись, не думая, что в этом мире ты пришел сюда отдыхать, ты пришел в этот мир работать. Значит все, 26 отрывок мы прошли, как уксус для зубов и как дым для глаз, так же ленивый для тех, кто его послал. Значит мы не должны быть ленивыми, потому что Бог нас сюда послал, и рабочих, рабочих, сотрудников и так далее нужно очень четко отслеживать, отсматривать, чтобы было четкое понимание то, что должен делать. Если человек, он просто делает то, что должен делать, то этого недостаточно, то есть он должен отвечать за весь процесс, то есть его должно волновать общий результат работы, результат компании. Это как раз Сергея Степанова касается, он присоединился, он возглавляет сейчас один из главных наших проектов образовательных. Хорошо, теперь двигаемся дальше, 27 отрывок. Ират Ашем Тосиф, Ират Ашем Тосиф Ямим. Значит страх перед Богом добавляет дни, ушно трешаим тик цорна, а годы злодеев сокращаются. Что имеется в виду? Значит, как мы уже знаем, главное качество, которое человека соединяет с Богом, это страх перед Богом. То есть, почему так работает? Идея о Боге это чисто абстрактная идея. То есть, разум человека, такой обычный, вот обычный, стандартный разум, он не в состоянии охватить необъятное. То есть, обычный человек, он сфокусирован узко на том отрезке жизни, в котором он находится, и он не охватывает мироздание целиком, он не рассматривает себя как часть вселенной, он абстрактно не думает, нормальный человек, он думает конкретно, вот мне надо сейчас денег заработать, съездить, отдохнуть, покушать, одежду купить. И он все время вот в таких вот мелких транзакциях, мысленных. Теперь есть люди, они расширяют, они говорят, у меня есть цель на 5-10 лет, стратегия развития бизнеса и так далее. То есть, он чуть-чуть расширил, но в принципе, это все одно и то же. То есть, это тоже такая краткосрочная перспектива. Есть люди, которые делают растяжку своего мышления, их называют философы, и они хотят понять, как жизнь устроена в целом. И они пытаются это понять, но это такое, еще к ним относятся абстрактные какие-то математики, любители литературы. То есть, они как бы так смотрят на мир в целом, гуляют по нему. Теперь, когда приходит идея о Боди, она человеку говорит абсолютно конкретно, ты должен выполнять определенные действия, определенные действия не выполнять. То есть, там, где ты хочешь сделать, ты в большинстве случаев не можешь делать, там, где ты не хочешь делать, ты должен делать. Он говорит, но это же все не доказано, это же все вера в Бога. Ему говорят, да, это все вера в Бога, но за эту веру ты получаешь вечную жизнь, за эту веру ты получаешь поддержку Бога. Он говорит, нет, это же, ну, как-то не налазит мне на голову. И только если он боится Бога, страх сильнее, чем все его желания, страх Бога сильнее, чем все остальные страхи. Только если у него появляется страх, он зацепляется за эту идею, что есть Бог, который жизнь, который вечная жизнь, который управляет миром, и через страх он начинает карабкаться к пониманию. То есть у него вначале появляется страх, потом появляется понимание, как все работает, и потом у него появляется чистое восприятие, он уже понимает, что оно так и работает. Он в это уже начинает не просто верить, он этим живет. Теперь Ира Ташем, страх перед Богом, обычно страх, это плохое чувство. Но когда у тебя есть страх перед Богом, ты через этот страх соединяешься с Богом, и это уже превращается не в страх, а в трепет, величие Бога, и я с Богом общаюсь, я с Богом в отношениях, вау, вообще, какой капец, я не просто обезьяна говорящая, я, у меня есть божественная душа, которая часть Бога. И человек, когда он начинает по этой ступеням подниматься, у него появляется, это уже не страх, а трепет перед Богом. Теперь, значит, и почему это продлевает его дни? Потому что тогда человек, во-первых, уже доказано, передоказано, религиозные люди дольше живут. Это факт, подтвержденный наукой, статистикой и всем остальным. Это раз. Второе, религиозные люди, они более полно живут. То есть человек нерелигиозный, он не знает, чем заниматься, он все время бегает за какими-то, ну, сиюминутными, решает проблемы. Религиозный человек, он все время зарабатывает, то есть он все время делает митцво, от заповеди, проснулся. Так, значит, все. Первая же мысль какая? Какая первая мысль, да? Первая мысль, мудеа нили фанейха, благодарен я перед тобой, шикзар табиниш мати бах им лаш, что вернул ты в меня душу мою, раба и монотеха, велика моя вера в тебя. Это первая мысль, которая должна включиться. Дальше. Идгабер кайре. Дальше человек должен усилиться как лев, чтобы преодолеть свою лень, свое вот это вот животное начало. И человек бах, усилился как лев, встал там. Дальше. Не телать еда. То есть у него каждая минута жизни, она заполнена действиями по приближению к Богу. Спрашивают меня вот вчера как раз, а зачем нужно столько маленьких условностей, каких-то там, кошерно, некошерно. Я подошел, они сидят, кушают, пьют. Я говорю, это некошерно, это некошерно, я не могу с вами кушать. Почему? Зачем тебе это надо? Я говорю, секундочку, вот вы сейчас просто поели, попили, а я сейчас заработал, я с Богом сейчас во взаимоотношениях вступил. То есть я тем, что я сейчас убрал свое желание посидеть с вами, покушать, выпить, и сказал, что я это делаю во имя небес, потому что я верю, что Бог так сказал, да, все. У меня как бы, я получил огромную пользу. Они съели, в туалет сходили, все. А у меня на вечность я себе положил баллы. Многие могут спросить, а если не положил? Я говорю, ну не положил. А даже если не положил, это еще Блес Паскаль, такой был ученый математик, он сказал, любая величина, даже самая маленькая, умноженная на бесконечность, дает бесконечность. Теперь, если, если даже допустить математически, что шансы равные, есть или нету, то быть религиозным намного выгоднее, чем не быть. То есть, потеря минимальная, я могу то же самое съесть кошерная, но попозже, понятно, а выигрыш максимальный, все. Теперь 27 отрывок заканчивается тем, написано так, страх перед Богом добавляет дней, то есть, он добавляет и продолжительность жизни, и наполненность дней, ушно трешаим тексторно, а годы злодеев сократятся. То есть, даже если у злодея есть годы жизни, но эти годы жизни, они пусты и бессмысленны, потому что все материальные какие-то удовольствия, он уже присытился. Чем он старше становится, тем меньше он может получать материальных удовольствий, тем ему сложнее. Теперь, и таким образом, злодеи у него даже годы жизни превращаются в страх, в беспокойство, в головняк, да? Понятно. А у праведников даже дни, они полные. 28 отрывок, на сегодня мы на нем и остановимся, я так понимаю, да? 28 отрывок, это очень тоже важно. Вчера последнее было упражнение, значит, нужно было написать корзина своей мечты, нужно было написать все свои мечты, и все писали свои мечты, там, один хотел купить самолет Тони Роббинса, другой хотел, значит, ну, очень было много мечтаний, у людей действительно делать какие-то хорошие, добрые дела, то есть, он их на это тоже, надо сказать, побуждает, то есть, он рассказывает, он прямо там, одному дал, там, одной девочке дал 25 тысяч долларов на какой-то благотворительный проект, в другой проект, он 250 тысяч долларов дал, прямо, ну, при людях, четверть миллиона долларов пообещал дать на спасение детей от сексуального рабства к организации, и много людей хотели стать богатыми, действительно писали одно из желаний в корзину мечты, это сделать что-то хорошее, доброе, и это, ну, очень правильно, но были большинство желаний, они материальные, остров, машина, самолетом и так далее, теперь 28 отрывок, он говорит, а я, а я ничего не написал, почему я ничего не написал, потому что, есть такая концепция, одна из концепций, что мечты, мечты, они у человека крадут настоящее время, то есть, когда человек мечтает, что будет хорошо через 10 лет, и вот реализуется моя мечта, в этот момент, он как будто бы занижает то, что у него есть сейчас, и он теряет этот момент, то есть, он, если он мечтает о самолете, а сейчас ездит на метро, то ему, конечно, в метро не очень, да, если он мечтает о самолете, если он не мечтает о самолете, а он кайфует от того, что ездит в метро, и у него есть цель, там, например, заработать деньги, это другой вопрос, цель и мечта, это разная, в общем, я не написал никакой мечты, у меня нету никаких мечтаний, значит, и, но, сегодня вот 28 отрывок, их изучаю, чтобы потом мы вместе изучили. Двадцать восьмой отрывок он говорит не так. Он говорит так, что «Тохелит цадитим симха». «Тохелит» — это такое слово, «Тохелит» — это, значит, вот есть у человека надежда. Надежда. И надежда — это тиква на иверите. А «Тохелит» — это та надежда, которая, я уверен, что она сбудется. То есть просто надежда — это я надеюсь, может да, может нет. А «Тохелит» — это такая надежда, что я верю, что она точно сбудется. Ожидание. Вот так. Значит, ожидание от будущего цадиков симха — радость. В этикваторы шаим товет. А надежда злодеев будет потеряна. Что это значит? Вот смотрите, как красиво. Если бы я вчера это знал, я бы по-другому отнесся. Значит, написано, что ожидание от будущего праведников симха — радость, приносит им радость. То есть они верят, у них есть бетахон, что бетахон — это уверенность в Боге, что Бог им сделает все хорошо, что он будет прямо, все будет классно завтра, послезавтра. И мы учили, помните, пару уроков назад, что был такой отрывок, что страх злодея к нему придет, он его к себе приводит, и желание вожделения цадиков Бог им дает. То есть цадик праведник, который живет по законам Бога, он в принципе должен, но не мечтать, а у него должно быть ожидание будущего, которое он получит. Это радость. То есть он все время должен радоваться, что его ждет какое-то крутейшее будущее. Здесь я вспоминаю одну очень интересную историю, когда... Значит, давайте сейчас отрывок я закончу, а потом расскажу эту историю. Был такой... Сейчас, история будет потом. Как полностью отрывок звучит? Отрывок звучит так. Тохелет садиким симха, ожидание праведников радость, в этикваторе шаим туавет, и надежда злодеев, она будет потеряна, да? Значит, еще раз. Цадик, он ожидает от будущего радость, что ему будет все время радость, что Бог ему даст только веселое, что-то радостное, хорошее, и он уже сейчас радуется. То есть он верит, что все будет великолепно. Злодей, он надеется на что-то конкретное. Там пентхаус в том доме, там самолет, еще что-то, да? И он прямо ждет, что вот это должно получиться, и оно не получается. Она будет потеряна. И даже если оно получится, оно все равно будет потеряна, потому что этот же, говорят, что есть у человека, который купил яхту, у него есть два счастливых дня в жизни. Когда он ее купил, и когда он ее продал. Все. То же самое с самолетом. То есть он покупает самолет, потом самолет стоит на стоянке, он платит за него каждый месяц, потом самолет ломается, потом пилоту надо платить огромные деньги. В итоге он на этом самолете летает раз в месяц, и все остальное время этот самолет ему доставляет головняк. Потом через год этот самолет устарел, и в компании, где он с друзьями сидит и говорит, у меня самолет такой-то, ему говорят, ну ты черт вообще, вообще такой, ты прям с села приехал, с Урала, ты что с Урала, это разве у тебя самолет, вот у меня самолет, и он чувствует себя полностью потерянным. Это то, что надежда злодеев, она будет потеряна. Теперь история, почему праведник, почему праведник, он все время радуется. Значит, есть известная, это длинная история, расскажу коротенькую историю, потому что уже время. Значит, жило рядом два человека, один очень богатый, один очень бедный. И вот они жили рядом, жили они рядом, и, ну, у богатого, у него бизнесы, заводы, пароходы, магазины, с детьми сложности, он все время куда-то ездит, волнуется, с кем-то судится, то есть у него очень такая напряженная жизнь, потому что написано, что умножаешь имущество, умножаешь заботу. И вот он такой заботится, ездит на тренинде Тони Робинса, чтобы умножить на 10 свое богатство, думая, что в этом случае все у него опять пойдет хорошо. И, значит, вот он живет такой вот жизнью заботы. Теперь, значит, а бедный, он живет жизнью тоже заботы, потому что у него не хватает все время денег, жена на него тоже чуть-чуть злая, что у него нет денег, дети не хватает им денег. В общем, у него тоже много заботы, он бедный. Но он был такой бедный, который бедный цадик, и он все время ждал, что все будет хорошо. И он надеялся на Бога, что все будет хорошо, радовался, веселился. И однажды, однажды, это, кстати, вставочка совершенно правдивая, он работал электриком, его ударило током и должно было убить, а не убило. И ему его друг, это была история правдивая, друг его говорит, слушай, у тебя сегодня счастливый день, то есть я так током шабанула, должно было убить, но не убила. Значит, у тебя счастливый день, пойди купил лотерейный билет. И он побежал, купил лотерейный билет и выиграл там несколько миллионов долларов. Это я читал, изучали именно технологию, почему кто-то выигрывает, вот как это все происходило. И нашли вот одну из таких историй. Значит, и этот цадик бедный, который был электрик, он все время был счастливый и ждал, что все будет хорошо. И он настолько был счастливый, настолько радовался и ждал, что все будет хорошо, что однажды он выиграл в лотерею миллион рублей. Значит, миллион рублей он выиграл, это было давно еще, рубли, когда были, это как миллион долларов. Значит, и он так начал радоваться, прыгать вообще в доме, радуется вообще, шум такой, прибегает этот богатый, говорит, а чего ты радуешься? Он говорит, ты не понимаешь, я выиграл миллион долларов. Показывает ему лотерейный билет. Тот смотрит по сторонам и говорит, слушай, так, ну, выиграл ты лотерейный билет, ты что, ничего же у тебя в жизни не изменилось, у тебя же вообще как был бедный дом, так и есть, как не было денег, так и нет. У тебя есть бумажка, на которой написано, что ты можешь потом получить приз. Он говорит ему, так я уже радуюсь, то есть, послушай, я раньше радовался, что я знал, что когда-нибудь придет этот день, а сейчас я радуюсь, потому что уже у меня есть бумажка, которая показывает, когда я получу деньги. Ну, этот богатый понял, ушел. Но это метафора была на то, что когда человек служит Богу по-настоящему, и он верит, что Бог его любит, и он знает, что этот день обязательно придет, когда, ну, во-первых, он знает, что у него есть вечная жизнь, во-вторых, он знает, что Бог его обязательно любит, и он его на каком-то следующем шаге, он обязательно ему даст что-то очень хорошее. И он ожидает этого, это водит его в состояние радости, радость его излечивает, радость притягивает к нему людей, радость притягивает к нему счастье, и надежда, надежда праведника на Бога, она приносит ему радость, а надежда злодея на получение результата, она потеряется. Все. На этом оптимистической ноте мы заканчиваем, заканчиваем урок номер 70. Теперь подведем итог. Я подложу для себя итог, вы обязательно подведите для себя. Для меня итог такой, ленивых надо никуда не посылать вообще, то есть нужно вычислить в своем окружении ленивых людей, которые плохо, ну как бы, ленивые, да, и надо их точно никуда не посылать. Или уже если послать, то их надо послать подальше полностью. Второе, самому нельзя быть ленивым, то есть нужно себя тоже вычислить, где ты ленишься и перестать лениться. Третье, третье, это нужно тохелиться, детим, семха, нужно надеяться, что все будет хорошо и радоваться уже сейчас тому, что все будет хорошо. И четвертое, что у нас, ну четвертого не надо, три. Значит, все, жду очень ваших выводов. Можете зайти на Ваикра, вот нажать Ваикра, прочитать еще раз то, что мы изучили, подумать хорошо, написать свой комментарий, три главных вещи, которые вы для себя решили оставить и поделиться этой страничкой со всеми друзьями, подписаться обязательно на портале Ваикра на рассылку. Мы сейчас портал Ваикра очень хотим развивать, взывать от имени Всевышнего, там много есть раввинов, хорошие уроки. То есть подпишитесь на рассылку, чтобы вы знали раз в неделю дайджест, что есть интересного. Мы надеемся в будущем организовать, может быть, семинары какие-то. То есть хотим очень найти таких серьезных раввинов, которые реально несут Слово Бога и чтобы мы могли от них учиться. Все, дорогие друзья, хорошего всем дня. Тохэлит садиким симха. Значит, ожидание от садиков – радость. Ожидаем радости и будет радость. Все, удачи, успехов. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова